Добрый вечер всем, кто смотрит ТВ5 только с этой секунды. Это программа без цензуры. В прямом эфире мы говорим еще почти полчаса о безопасности детей на улице и вообще в нашем обществе. Катерина Свидерская, ныне житель Великобритании. Женщина, у которой 4 года назад погиб ребенок, подросток, 14 лет в Риге. Его обезглавленное тело было найдено в нескольких сотнях метров от отделения полиции Кенгаракс. Гостит сегодня все эти минуты еще в нашей студии в прямом эфире. Еще раз добрый вечер. Две электронки Олег написал. У меня встречный вопрос. Чувствуют ли себя дети в безопасности? Сколько раз я замечал, что какие-нибудь подростки 15-17 лет останавливают на улице 70-летнего пацана и стреляют у них деньги. А Геннадий пишет буквально следующее послание. Эх, Андрей, Андрей. Еще во время программы журналистам Лата Лапса я вам писал, что наш суды для избранных. А Лапса был уверен, что в нашей стране очень просто подать в суд и выиграть, если ты прав. Глупости, пишет наш автор. Все нормальные люди в этой ненормальной стране знают, что законы в стране для удобства так называемых избранных, запятая ублюдков. Так будет всегда, пока у власти эти лжепатриоты. Конец цитаты. Ну и вот еще пару электронных посланий написал Лео. Во-первых, я хотел бы выразить свои искренние и глубочайшие соболезнования и восхититься вашей стойкости. Это текст прям вам адресован, Катерина. Позвольте задать вам вопрос. Вы сказали, что на шее у вашего сына был кулон Tokyo Hotel. Дело в том, что данная группа ориентирована на субкультурную молодежь. Например, Эмма, которая имеет ярко выраженные суицидальные наклонности. В связи с этим у меня вопрос. Принадлежал ли ваш сын к какой-либо молодежной субкультуре? Я могу сказать, что этот кулон не принадлежал моему сыну. Это раз. И он встречался в то время с девочкой, которая по всем характеристикам соответствовала Эму. То есть черные волосы, черные ногти, черная одежда, черное все. А мой сын являлся поклонником Цоя. Ну, а девочка могла вашего сына, так сказать, сподвигнуть к этой вот суицидальной направленности, к настрою такому, что жизни нет, что рано или поздно нужно из нее уйти? Ну, вот могло быть такое. А насколько... Ну, друзья, школьные пацаны, да. Проверенные старые товарищи. А вот дама сердца. Дама сердца. Ну, как мы все знаем, дама сердца может сподвигнуть возлюбленного на многое. Но в тот момент я, насколько я опираюсь на факты, девочку на скорую помощь увезли в больницу Гайлезерс. То есть в момент гибели моего сына ее не было рядом. А уж какие у них были разговоры до того и на каком уровне, извините, я не в курсе. А вот обострение состояния здоровья подруги могло повлиять как-то на исход ситуации с вашим сыном? Он мог переживать и вот, я не знаю, броситься под поезд или вот что-то такое? Ну, как бы, а что тут такого? Ну, плохо человеку стало, но увезли в больницу. Что за человек был ваш ребенок? Как его звали? Чем он увлекался? Как он родился в вашей семье? Родился он в нашей семье, вы знаете, удивительным образом, можно сказать. Фактически я выпросила этого мальчика у Бога. У меня пропал брат без вести в Польше в 91-м году. И на тот момент я уже была 5 лет замужем, и у нас никак не было детей с мужем. И в один из вечеров я очень сильно плакала и просила, Господи, если ты забрал у меня брата, дай мне сына. И счастливым образом через 3 месяца я забеременела, и через 9 месяцев родился ребенок. Ребенок был достаточно, ну, сказать, талантливый для каждого из родителей. Мы все считаем, что наши дети особенные и талантливые. Но этот мальчик, он с первых дней был, вот, как говорится, не от мира сего. Он увлекался литературой, он много читал, он мог пропадать в школьной библиотеке. Таких детей, насколько я понимаю, можно по пальцам пересчитать в наше время. И, вы знаете, как-то вот, ну, все было хорошо, пока не наступил вот этот вот переломный подростковый возраст, 14 лет. И как-то все так ему захотелось и черную одежду носить, и вот этим Цоем он так увлекся. И потом еще эта девочка, я, кстати, так и не знаю, до последнего момента была ли это его девочка или еще чья-то. И, может быть, они просто, ну, просто общались как друзья, да. То есть мне, как маме, он до последнего дня не сказал, что мама, у меня есть девочка, я встречаюсь с девочкой. Нет, у меня такой вот информации нет. А вы общались ли с друзьями после гибели сына? И вот они что говорили? Что вот, ну, наверняка же там какие-то, пусть это, может быть, и детские или подростковые версии, но наверняка же они существуют. С друзьями, конечно, общались, потому что спасибо огромное всем, и одноклассникам Илюшиным бывшим, и просто друзьям, с кем он дружил. Большое спасибо, потому что на трагические события откликнулись все люди. На похоронах было очень много, и мои коллеги бывшие с работы, и вот ребенка, одноклассники, учителя. Что они говорили? Они говорили, что, во-первых, вообще невозможно даже представить, чтобы с Ильей такое случилось. Потому что, ну, он никак не соответствовал каким-то, ну, криминальным каким-то этим компаниям или чему-то. Нет, глубоко порядочный парень. Конец цитаты. Ну и Олег пишет о другой истории. У нас в 2001 году обокрали квартиру, приехали криминалисты, все обмазали серым порошком для выявления отпечатков пальцев. Обещали в течение недели вызвать всю семью, чтобы установить, где отпечатки жильцов квартиры, а где, так сказать, чужие. Прошло 11 лет, пишет Олег. До сих пор не вызвали. Бардак, точка. Радует то, что Мурница уже не у руля. Конец цитаты. 6-7-3-5-7-4-3-1 и Мамикин СТВ 5 ЛВ, адрес для электронных посланий. Вот как вы думаете, почему полиция так работает? И вот в этих электронных посланиях, и в вашем случае, больше года прошло с момента гибели сына, и вас спустя только этот год вызывают. Вы же тогда жили в Латвии, вы же тогда еще в Англии не жили, то есть вы могли в любой момент подъехать в полицию и дать показания. И мы буквально настаивали на этом, мы сами звонили в отделение полиции, нам говорили, вот то следователь там руку сломал, да, то ли руку, то ли ногу, то ли еще что-то. Сейчас, то спустя там, позвоните через месяц, звоним через месяц. Ой, вы знаете, дело передано другому следователю, значит, ему надо время на ознакомление. Звоним через месяц еще, когда в надежде, что следователь ознакомился. Ой, тот уехал в командировку, звоните еще. То есть вот такие отговорки, вы знаете, они никаким комментариям не подлежат. Вот никаким абсолютно. Катерина, а вы извините меня за такой вопрос, но он жестокий, но все-таки, но вы понимаете, что сына вам не вернуть. А чего вы хотите от полиции, от системы правосудия? Я хочу от полиции, чтобы раскрыли дело, нашли виновного, нашли преступника. Я очень этого хочу. Потому что я еще раз говорю, что это было самоубийство, я не могу поверить. Я просто не могу. Или если это так, дайте мне доказательства. Тот человек, который, по вашим словам, угрожал Илье за некоторое время до его гибели, вот мог ли он это сделать? У меня есть все основания предполагать, что да. А был ли он допрошен полицией? Был. Им с моей мамой даже очную ставку устраивали. Это уже меня не было здесь в Латвии. Ему и маме моей устроили очную ставку. А почему маме? Мама же не была в тот день на рельсах. Ну, потому что меня не позвать из Англии, чтобы устроить очную ставку. Ну, вы бы приехали или довольно часто приезжаете в Латвию? Ну, вот приехала. Наверное, бы приехали, вырвались, если бы не была. Дело в том, что как бы не желают они ни письма посылать, ни по электронной почте, ни физически письма по почте посылать. Вот как-то вот не желают, и все. Ну, в общем, четыре года, и нет до сих пор ответа даже, что произошло с сыном. А вы не пытались писать жалобу? Пытались. Я могу даже сказать больше. Только после того, как мы написали жалобу главному прокурору города Риги, какое-то движение просто пошло. Пусть вяло текущее, но оно пошло, и мы это почувствовали. До того момента нет. Как вы думаете, полицейские относятся так ко всем потерпевшим, или ваш случай какой-то вот уникальный, пусть и со знаком минус, но единственный? А остальные, так сказать, преступления расследованы? Я думаю, что случай с моим сыном, он не единственный. И я еще раз могу только сказать, дай бог, сил и здоровья людям, которые ответственно относятся к своим занимаемым должностям, разобраться в этих тяжких делах. И понимаете, да, сказать, это было самоубийство, это легче всего. Это легче всего. И теперь уже по прошествии времени, конечно, что им еще остается. Петр написал, господин Мамыкин, не устаю писать, что латвийская полиция, сборище бездельников и мафия. Делайте все возможное, разоблачайте их везде и всегда. Я надеюсь, только на гласность. Много восклицательных знаков. Конец цитаты, письмо от Петра. А Геннадий из Риги, это звонок уже по телефону в нашу редакцию. Геннадий, прошу вас, добрый вечер. Я выражаю сочувствие вашей гости, конечно. Но я хотел сказать, полиция, я не очень-то люблю полицию, но полиция вот оперативная, работает хорошо. А следователи, они физически не смогут, поскольку их меняют все время. Не может следователь работать без информаторов. А вот поставь нового человека, откуда он, пока он наберет свой контингент. А почему их, Геннадий, почему их меняют так часто? У них что там, кастинг или что? У них договор на месяц только, а не на год. Нет, я думаю, что это высшее руководство непрофессиональное. То есть попадают туда люди, которые, может, умные, может, хорошие, но они суть полиции не понимают. А у нас достаточно людей с опытом, наверное, я к полиции не имею отношения сам. С опытом, с этим, вот этих надо выдвигать, которые... Ну, любая полиция, это информация. А любой новичок, он как бы не был талантливый, ему несколько лет надо, чтобы набрать информаторов. Ну и в чем выход? Только в том, чтобы обрастало агентурными сведениями оперативные сотрудники? Нет, не менять часто полицейских. Как вот у нас следователей, вот практически опытных следователей ТТИ нет, по-моему. То есть у нас сейчас получается на первом уровне, вот оперативная работа. Полиция работает, ну, неплохо, я скажу, да, быстро и, по крайней мере, в Риге. А вот как только выше начинается расследование, у них упирается и в возможности, и в нехватке знаний, и в опыту. Спасибо большое. Но все равно не могу понять. Геннадий, так сказал, а какие же тут знания нужно? Маме письмо послать, пусть электронное в Лондон, или там обычное письмо. Какие-то супернавыки и умения надо, чтобы пригласить человека лишний раз на полчаса. Я, кстати, тоже никаких преград в этом не вижу, но у меня только одно объяснение есть, это в качестве предположения. Я не хочу никого обидеть, но это, скорее всего, что все в стране работают в режиме жесткой экономии. Да, и даже это стоимость марки, письма за границу, ну, видимо, непозволительно. Электронная почта не стоит ничего. Можно посчитать количество электричества, истраченного на посылку одного электронного послания, но оно не стоит ничего. И вы же заинтересованы, вы же прибежите, если надо. Конечно, конечно. Часто, вы знаете, сейчас говорят о коррупции в рядах сотрудников полиции. Нередко даже довольно громкие задержания КНАП проводил с сотрудниками полиции и прочих правоохранительных органов. Как вы думаете, коль скоро есть, по крайней мере, у вас один подозреваемый, взрослый человек, который угрожал вашему сыну, и коль скоро есть вот эта вот зыбкая среда коррумпированная, где взятка, невзятка, но денежное вознаграждение, незаконно полученное, возможно, может повлиять на то, что чиновник какой-то, служащий, выполняет или не выполняет свои обязанности. Вы можете сказать, что эти два фактора связаны, могут быть, в деле расследования гибели вашего сына? Вот есть человек, который на него многое показывает, он не хочет сесть в тюрьму, хотя, возможно, он совершил преступление. Есть полицейский, которому дали денег, и он не будет ничего делать. Я могу сказать, что конкретно в нашем случае там даже играла роль не столько взятка, сколько дружеские отношения, на которые эти взрослый человек, о котором у меня есть все подозрения, он ссылался на дружеские отношения с начальником отделения полиции. И еще один такой удивительный факт, то есть после того, как мы нам сообщили о гибели ребенка, после того, как я побыла в морге на опознании, на следующий день утром на городской номер моим родителям звонит этот человек и говорит, там был несчастный случай. Я все узнал. Как интересно. А мы еще не в курсе. А нас еще даже никто никуда не позвал, и никто ни о чем не спросил. А он нам сообщает, я все узнал, там был несчастный случай. А что мне на это сказать? А что это за человек в руководстве полиции Кенгаракс? Это господин Саакян? Я не знаю. Он не назвал фамилию? Нет. Он сказал, начальник участка Кенгаракс? Знакомый. Да, Латгальского предместия. Латгальского? Да. Отделение участка Латгала, они же уже сейчас по участкам укропнены. Лариса Изриги, еще один звонок в телефон, давайте его выведем, потом почитаем опять электронку. Ларис, слышите нас? Добрый вечер. Прошу вас. Добрый вечер. Добрый, добрый.